Да, ну это было такое отступление лирическое, то есть мы могли бы сейчас на самом деле даже не трогать этот мармасет, просто мне так сказали про нормал, я рассказал. Оно все взаимосвязано, да, вот, собственно, 3D-Code, офигительная программа, для текстурирования просто лучше не существует, ну вот она там подтекается с Substance Painter, который тоже крутой, но 3D-Code, он по производительности, по всему, ну прям супер. Это такой фотошоп для 3D-моделей, они даже похожи интерфейсами и это супер программа. Значит, когда мы его запускаем, у нас вот все выглядит вот так вот, нас интересует в данном случае вот эта вот штука Paint UV Mapped Mesh. Нажимаем ее, нажимаем папочку, чтобы выбрать модель, которую мы будем раскрашивать, ищем наш стол Low Poly, Table Low Poly, открываем. Теперь, вот здесь вот такие настройки. Во-первых, размер текстуры, мы делали, запекали нормал 2048, сохраняется этот размер текстуры. Все остальное по умолчанию, пока нас ничего другое здесь не интересует, соглашаемся, нажимаем ОК. У нас подгружается наш столик. Немножко расскажу тогда сразу уже по интерфейсу 3D-Code, а он у меня немножко тут еще настроен под себя. То есть, я тут вот эти вот панельки подвигал, тут вот эти все вот штуки тоже подвигал, они тут очень легко перемещаются. Вот таким вот образом можно как угодно собрать этот конструктор так, как нравится. Можно там вот... Ну, в общем, все это дело двигается. Так, вот это я уже сделал лишнее. Что у нас здесь есть? У нас, во-первых, есть возможность прямо вот сходу рисовать по модели, потому что у нас есть развертка текстурная, да, то есть мы можем вот раскрашивать. У нас есть еще вот здесь Textures, Textures UV Editor, вот это окошко, где оно не совсем, конечно, удобное здесь. Можно его прилепить вот так вот сбоку, например, и вот так вот подвинуть. Это у нас вот та самая развертка, и здесь видно все по развертке. Можно и по ней даже рисовать вот так вот. У нас там сразу рисуется. Вот так вот. Но не в этом прям его основная сила. Ну, у нас есть слои, понятно, тот, как в фотошопе. Можно их удалять, создавать новые, рисовать на них и так далее. Но самое крутое в 3D-коте, это, собственно, PBR-материалы. Вот эти вот все сферки тут разные. Тут есть вот там металлы, разные кожа и прочее-прочее. Резина и так далее. Что такое вообще PBR-материал? И, в принципе, технология PBR, надо уже остановиться на этом более подробно. Я буду параллельно это рассказывать с включенным мармасетом, потому что он первый все это дело применил на практике. Я еще сюда загружу этот стол наш. То есть, фактически, это способ отображения реальных материалов. В реальной жизни у нас есть металлы, есть неметаллы. И это, ну, там они еще как-то там называются диэлектрики, там, или конденсор, там что-то. Ну, то есть, это уже к физике там уходит вся эта информация. Ну, по большому счету, если мы посмотрим по сторонам, у нас есть металл и есть вот как поверхность бликующая. Вот, допустим, этот ключ, он пластик, немножко бликует. Пол практически не бликует. То есть, пол это как рассеивающая поверхность. Я вам даже сейчас повыделываюсь, немного порассказываю теории с иллюстрациями. Представьте себе, вот у нас поверхность, да. Как работает хром? Почему хром блестит и отражает все вокруг? Потому что у него нету никакой шероховатости на поверхности, да. Все лучи, которые падают, отражаются под тем же углом, под которым они приземляются. Точно так же зеркало работает. Зеркало – это фактически тот же самый хром, да. Оно полностью отражает все лучи, которые попадают на поверхность. Но что происходит в случае с другими поверхностями? Ну вот, допустим, возьмем вот этот пол. Он фактически ничего не отражает. Ну как, свет отражает, да. Если мы посмотрим вот там ближе к углу, там, ну, видно, что свет от светильников, да, он там типа больше освещает пол. То есть, что в принципе происходит на этом полу? Все лучи, которые падают на него, они рассеиваются просто в разные стороны. Потому что есть вот микро... Такая грубая поверхность, да, вот поверхность этого материала очень грубая. И лучи разлетаются во все стороны, из-за этого у нас нету четких отражений. Вот на моей вот этой игрушечке, тут очень классно, есть разные материалы. Здесь есть металл, но тут вообще они затропные отражения, это я не буду пока останавливаться. Здесь есть вот глянцевый ободок такой. Здесь есть вот эта вот штука матовая больше. То, ну вот, этот матовый материал, это как раз то, что вот происходит. Вот лучи рассеиваются так. На глянцевом материале нету вот этой шероховатости, и лучи не рассеиваются настолько сильно. То есть, там происходит вот минимальное отклонение в стороны, вот типа вот где-то настолько, да. И чем больше вот этот вот, собственно, индекс, тем более рассеянные отражения на нашем объекте являются. Вот как это реализовано в том же мармасете, допустим. Вот по умолчанию на вот этой сферке мы можем видеть, тут есть вот один блик белый. И в настройках материала мы тут можем найти, глосс есть параметры, да. Если мы его прокрутим вот до единицы, единицы идеальных отражений не существует, все чуть-чуть размытые, поэтому он чернеет. Если мы уберем, тут поставим 0.95, и вот под таким углом посмотрим, чтобы у нас было видно чуть-чуть небо. Видно, что небо отражается вот практически идеально. Если я убираю этот параметр, глосс, у нас начинает быть размытое отражение. То есть, на полу параметр вот этот глосс, он фактически там вот где-то 0.5, вот так вот. Он отражает свет очень рассеянно. В то время как на вот этой игрушке, на лицевой вот этой панели, она очень сильно бликует, и здесь этот параметр глосс под самый верх доходит, да. То есть, он очень четкие отражения имеет. Это раз. Дальше. У нас есть альбедо. Это, собственно, цвет объекта. Мы можем сделать красным. Есть у нас отдельное отражение, видно, что сохранились, да, небо отражается. Есть цвет самого объекта. Он может быть черным, серым, любого цвета. Там тоже вот по физике, если уже рассуждать, почему объекты вообще имеют свет, потому что они поглощают весь другой спектр. Если вот у нас стол этот оранжевого цвета, то он фактически отражает именно там сколько, красный в смеси с зеленым, наверное, дает желтый, да, уже этого не помню. Сейчас посмотрим. Вот у нас есть красный. Да, красный в смеси с зеленым дает желтый, с небольшой примесью зеленого дает оранжевый. И это вот где-то вот такого темного цвета. То есть, фактически, что происходит, этот материал полностью поглощает синий цвет, но отражает больше красного и чуть-чуть меньше зеленого. Ну, это не так важно, но для понимания, что вообще происходит, вот какие физические процессы заложены вообще в эти все алгоритмы. Ну, по факту мы просто тут выставляем тот же самый цвет объекта, и у нас вот объект имеет свой цвет. То есть, что у нас есть? У нас есть цвет, у нас есть отражение, но как быть с металлами? Металлы, получается, цвета своего не имеют. Металлы, ну, это их, можно сказать, что они серые, но тут тоже сложно, потому что, если так посмотреть, в металле очень много цвета окружения. А в хроме, фактически, вот вы задумывались, да, вот, с первой мыслью такая возникает, что у хрома серый цвет, но он же ж ни хрена не серый на самом деле. У хрома цвет окружения, которое окружает его. Сейчас я найду какой-нибудь в интернете примерчик. Ну, то есть, вот, все вот эти шарики хромированные, они тут серо-белые, потому что они отражают студию, в которой этот шарик сфотографирован. А в студии, собственно, у нас есть тут софтбокс, который отражается, вот тут, например, на этом кубике два софтбокса, один слева, другой справа, есть пол белый, остальное все черное. То есть, он не серый, он просто отражающий. На этом шарике отражается, вот, уже более желтая, ну, та же самая фотостудия. Не знаю, вот, хромированный шарик в окружении, вот есть в нем серый цвет, в нем нет ни хрена серого цвета, потому что он полностью отражает окружение свое. И это такой принципиально важный момент. Все это дело симулируется точно так же в 3D-шке. И поскольку цвета у металла нету, то для этого здесь используется отдельно параметр. Тут есть два алгоритма, можно через спекуляр это дело имитировать. То есть, если накрутить спекуляр на единицу, то он полностью теряет свой цвет и превращается в полностью отражающий материал. Вот на этой сферке хорошо видно. Вот, да, если я убираю параметр спекуляр, у нас цвет возвращается, ну, на единице он такой. Можно здесь поставить через металлнес работать. То есть, это тоже такой алгоритм, который вот относительно недавно появился, и он более правильный. То есть, как металличность объекта. То есть, то же самое фактически происходит, но суть все равно заложена другая. То есть, если металличность этого объекта на нуле, он превращается в такой блестящий пластик, но чем больше я накручиваю параметр металлнес, тем больше в нем появляется металличность. Собственно, сейчас вот он такой полуметалл, но еще сохраняет свой цвет, а если полностью на все... Он, кстати, тоже вот сохраняет цвет, потому что металлы тоже могут быть цветные. Именно для этого тут и сделаны, чтобы сделать цветной металл. И фактически, чтобы у нас был металл-хром, нужно поставить белый цвет. Вот такая вот, собственно, штука. То есть, у нас есть металлы и не металлы. И, ну, то есть, на данном этапе остановимся на этом. Вот у нас есть глосс, металлнес и альбедо. Три параметра, которые могут за счет текстур рисоваться, либо за счет значения одного цветового. Все это дело перенесено точно так же в 3D-код. Здесь у нас вот по интерфейсу есть вот такие три сферки. Здесь вот зеленая – это информация о цвете, серая – информация о металличности и отражениях. О металличности и отражениях, да. И это нормали. Что это означает? Показываю на примере, чтобы было понятнее. Мы здесь можем рисовать не только цветом, но и, как бы, металлом и объемом. Продемонстрирую. Вот мы сейчас включили три вот эти сферки. Если я ставлю просто цвет, как было изначально, и когда я рисую здесь вот белый, это просто вот белый цвет, ничего больше. У нас тут тоже есть вот эта вот карта окружений, точно так же, как в Мармасете. Она вся освещает сцену, влияет на то, как модель отображается. Вот, я рисую белым, ничего не происходит. Но, если я вот тут вот включу вот эту сферу, и добавлю вот здесь есть параметры рафнес и металлнес, которые я только что объяснял. Рафнес – это размытость отражений, металлнес – количество металла в поверхности. Если я добавлю металлнес на 100, рафнес оставлю тут где-то на 5% и поставлю какой-нибудь красный цвет. Теперь смотрите, что происходит, если я рисую. Я рисую, и я рисую цветным металлом сразу. И вот в этом, собственно, крутость 3D Коата, потому что это текстурирование, вот именно PBR текстурирование, мы рисуем не просто цветом, мы рисуем материалом сразу. Если я добавлю рафнес здесь больше и начну рисовать, у нас размытый металл. Вот, его очень хорошо видно, что это как матовый металл такой получается. Если я поменяю цвет ему, вот у нас получается такой. И вот видно, насколько отражение, окружение круто тут все прорисовываются. Можно точно так же, если поставить белый цвет, рафнес на 0, мы просто хромом рисуем. То есть фактически мы рисуем металлом, текстурируем сразу металлом. И вот это вот очень круто, потому что здесь мы можем сразу имитировать реалистичные поверхности. И вот, собственно, третий шарик, депт, это то, собственно, нормали там и так далее. Если его включить еще, то мы можем еще рисовать здесь объемом, то есть помимо самого материала, сейчас я остальные выключу, чтобы понимать лучше. И вот тут депт, параметр, поставим 10%. Мы рисуем, по сути, как такой скульпт, да, объемом по поверхности. Но фактически мы рисуем тот же самый нормал, текстуру нормалей. Это вот как выпуклость такая получается, но выпуклости там никакой нет. Можно было здесь, да? Да, 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 именно. Можно было рисовать болтики здесь. Сюда мы можем подгрузить нашу карту нормалей, которую мы уже запекли. Вот тут импорт нормал мэп. Мы рисуем, но не так... Какие-то такие крантошные инструменты. Ну, там, до миллиметра что-то там где-то прорисовало. Думаю. Ну, что ты имеешь в виду? Ну, диаметр болтика там. Ну, давай столешницу, пожалуйста, давай, давай, давай. Сейчас, сейчас будем делать столешницу, не переживайте. Сейчас я подгружу этот нормал, только надо тут, вот, например, бренченную сделать. Вот так вот. Вот у нас подгрузились эти болтики. Она тут, конечно, не совсем круто прорисовывается. Ну, в данном случае тут все хорошо. Фаски есть, болтики есть. Все, что нам надо, все работает. Вот. Собственно, теперь вот перейдем вот к текстурированию, собственно, да? Как здесь это все реализовано. То есть мы фактически можем вот эти ножки, посмотрим на них в реальной жизни, проанализируем, что тут. Они вот блестящие, черные. Ну, вот, пока нам этого достаточно. Они просто блестящие, черные. Мы можем выбрать инструмент вот здесь, заливка. И тут есть вот такой, как бы, вот этот Smart Material Preview, окошко такое. Оно, как бы, нам показывает, как будет выглядеть это все дело, еще не заливая, ну, как предпросмотр материала. То есть, если мы меняем тут цвет, которым заливается, у нас автоматически меняется цвет. Ну, у нас ножка черная, поэтому мы выбираем черный. Включаем вот здесь вот эту сферу, да, которая нам дает по металличности, по бликам, да, информацию. Вот, чтобы было видно. Вот она что-то отражает. Вот если мы убрали рафность, да, вот у нас очень бликующая получается ножка. Ну, на них не очень хорошо видно, мы весь стол захватим. Вот. Вот, меняя вот этот рафность, мы можем силу бликов изменить. Вот где-то вот так вот. И металлнесс, ну, ножки металлические вполне, поэтому вот 13 рафность, металлнесс 100 нам подходит. Мы просто клацаем по этой ножке, и она у нас заливается полностью. Ну, это как заливка в фотошопе. Ведром, кто работал в фотошопе, оно все вот целый объект. Поскольку столешница откреплена, ее не заливало, а ножки эти цельным объектом являются, поэтому вот на них залилось. Болтики надо будет отдельно. Ну, болтики залились, да, потому что они тут за счет нормалей нарисованы. Но мы можем их сделать отдельным материалом, хромированные болтики можем сделать. Вот это, кстати, сразу мы можем провернуть. Да, да, да. Поскольку это все симулировано за счет текстуры нормалей, это все, здесь нету геометрии никакой. Ну, пустота. Да, тут пустота. Это все мы сделали вот на слое отдельном. Тут важно соблюдать иерархию слоев и называть их тоже, за этим следить, чтобы не запутаться. То есть это назовем flex. Ноги. Вот так. Теперь создадим отдельный слой для столешницы. Ну, там топ пусть будет. И вот тут сейчас самое прикольное. Тут вступают в силу смарт-материалы, так называемые. Здесь вот есть вкладка wood и тут есть разные виды дерева. То есть что это значит? Значит, мы можем фактически применить сюда материал. Ну, есть вот комбинированный материал из текстуры diffuse цвета, roughness, brick, metalness, количество металла и карты нормалей. То есть 4 разных текстуры объединенных в одну, которая дает нам имитацию любой поверхности. Вот в данном случае дерево. Сейчас я продемонстрирую это все на примере. Как это все выглядит. Вот предпросмотр тот же самый, да? И вот если еще включить и нормал, и цвет, и блики, мы можем посмотреть, что у нас вот автоматически применится вот эта фактура дерева. Причем вот с нормалом, с объемом, то есть микро вот эти трещинки, поры там, да, это все имитируется тоже за счет текстуры нормалей. Вот если я их выключил сейчас, тут нету никакого микрообъема, но если включить, видно, что появились все вот эти трещинки и так далее. Вот здесь хранится, если я выключаю спекуляр информацию, хранится информация о бликах, то есть у нас столешница отражает, но тоже отражает по-хитрому, то есть в порах там она меньше отражает, на этих больше. Это все тоже имитируется за счет текстуры. Ну и цвет, само собой. То есть вот я выключил сейчас цвет и информацию о бликах, у нас остались только микро-поры. Если я включаю свет, у нас добавляется цвет, если я включаю блики, у нас еще добавляется вот то, как бликуют, как стол этот бликуют. И это, кстати, первое попавшееся дерево вполне себе неплохо похоже на то, какой здесь материал. Вот на предпросмотре она нам показывает, как будет выглядеть это дерево, но у нас направление немножко не то. То есть у нас здесь идут вот так вот линии, а тут получились перпендикулярные. Это можно все исправить. Вот опять-таки тут используется мэппинг кубический. Мы поставили через UV мэппинг. То есть это тоже вот как проецируется текстура на эту модель. Господи, как бы объяснить это все. Я понимаю, что сейчас это может довольно тяжело восприниматься, потому что много информации. Ну, фактически... Мэппинг он подтянул с той карты, с развертки, которую мы сделали. Ну, смотрите, я постараюсь последовательно объяснить, чтобы было максимально понятно. Сейчас, в данный момент, у нас там была развертка, и там мы особо не соблюдали, не переворачивали элементы. Тут можно попрыгать... Да, да. У нас, кстати, уже время заканчивается, потому что я сейчас буду быстро рассказывать. То есть вот этот материал, который я сейчас применю, он состоит из разных текстур. Вот тут видно такая черно-белая текстура, объема, вот эта текстура бликов. Это все прямоугольные текстуры, которые таятся, то есть складываются в такой шаблон. И здесь мы фактически, мы можем, если поставить здесь UV-мэппинг, мы можем вращать вот это вот расположение, направление пор вот этих вот, под тем углом, под которым нам нужно. И мы можем масштабировать, собственно, эту фактуру дерева, чтобы попасть в нужную нам. Вот прямо отмасштабировать где-то до, вот такого размера. И вот это уже более-менее получится похоже. Но в данном случае UV-мэппинг не совсем работает, потому что торцы у нас будут не такие, как нужно. Если я сейчас вот залью эту столешницу этим деревом и рассмотрим ее подробнее, то здесь вот торцы получились такого направления, а вверх такого, и это не совсем то, как здесь это все нарисовано. То есть оно, в принципе, может прокатить, если так порассматривать, да, более-менее неплохо. Но нам все-таки нужно чуть-чуть по-другому сделать. Поэтому мы будем тут использовать именно кьюг-мэппинг, который вот эти волокна заворачивает вот так вот вниз. И у нас получилась вот такая текстура. То есть вот торцы эти все переходят аккуратно вниз. Столешница залита. И теперь можно посмотреть отдельно, какие у нас текстуры нарисовались. То есть вот единица – это просто объем. Кстати, непонятно, почему здесь нету никакого микрообъема. А должен быть. Ну-ка, сейчас, секунду. Так, еще раз. Заливка. Этот смарт-материал. Сейчас, конечно, я так холопом по Европам все рассказывал. Для того, чтобы детально разобрать, надо целый урок ему посвятить, а то и несколько, чтобы тут все эти детали разобрать. Но у нас пока нет времени на это делать. Сейчас. Так, попробуем еще раз залить. Вот. Теперь у нас есть и микрообъем, вот которые вот эти поры дерева. У нас есть цвет дерева и цвет ножек. Это вторая текстура. У нас есть текстура бликов. То, что вот, да, размытость бликов тоже задается отдельной текстурой, вот такой черно-белой. И у нас есть металличность поверхности, да, то есть столешница черная, значит, она не металл, ножки белые, значит, металл. Итого, текстура нормалей, текстура цвета, текстура размытости бликов и текстура металла. Четыре текстуры. И за счет этих четырех текстур у нас потекстурен этот весь столик. Теперь, сейчас мы это дело сохраним быстро. Делаем export objects and textures. Быстренько создаем папку. Тейбл, сохраняем. Значит, экспорт имперт workflow roughness, металлнесс, экспортируем нормаллмэп, roughness, металлнесс, колор. Точнее, вот здесь надо поставить мармасет, в котором мы будем рендерить блин металлнесс. Вот так вот. Колор, рафнесс, металлнесс, танжем, нормаллмэп. Вот, у нас будет четыре текстуры и модель. Экспортируем. Окей. И получилась у нас следующая картина. Вот у нас четыре текстуры. Вот такая текстура цвета. Вот такая текстура металла. Текстура нормалла. И тут, обратите внимание, на нормале у нас объединилось вот это с фасками, которую мы запекали, и с фактурой дерева, которую мы дорисовали уже в кооте. То есть, это такая комбинированная текстура, которая нам поможет и ту проблему решить с фасками, и добавить фактуру дерева. И вот эта текстура, это текстура размытости отражений. И вот это все дело теперь, если мы подгрузим в мармасет Toolback, в этот материал, вот здесь нормал, кидаем нормалл-мэп, проверяем, чтобы у нас по игрику все было. Здесь надо флип-игрик поставить. То есть, вот у нас микро поры металла, ой, дерево, и болтики все. Теперь глосс, кидаем вот нашу roughness-мэп, и надо инвертировать, потому что roughness и глоссинес, это обратное. Глоссинес, это яркое, ну, точнее, от 0 не бликующие, ну, 0 размытые отражения, единица, бликующие отражения, roughness наоборот, 0 бликующие, 1 размытые. Дальше, альбедо, это цвет, подгружаем color, и металл, металл, подгружаем металл, и у нас получается тот же самый наш столик. Сейчас он немножко темный, мы сделаем окружение чуть более светлым. И вот такая вот история. То есть, тут у нас получился вот этот материал дерева. Он очень интересно отражает свет, достаточно реалистично, и ножки у нас все металлические, глянцевые. Фух. Вот так вот, довольно сумбурно, но это такое вот вступление о PBR материалах, о которых мы еще будем...